Сколково – научный инновационный комплекс, который занимается разработкой и коммерциализацией новых технологий в сферах ЖКХ, образования, энергетики, биомедицины, телекоммуникации и космоса. В четверг делегация от фонда прибыла впервые в наш город. На заседании в мэрии представители подробнее рассказали о том, чем они занимаются на протяжении пяти лет и протянули руку помощи ивановскому бизнесу. Мы готовы предложить те проекты, которые есть у нас, чтобы они приходили в Иваново, здесь работали, открывали новые рабочие места, создавали здесь, на месте, новую добавленную стоимость. По сообщению Александра Окунева, с центром сотрудничает на данный момент более 1300 компаний-участников из России и зарубежья. С этими структурами фонд разрабатывает проекты развития и применяет их на практике. На первой встрече с ивановскими властями и с крупными предприятиями областного центра никаких проектов и презентаций внедрения новых технологий не представлялось. Шло обсуждение, что у нас в городе имеется и чем нам фонд может помочь, чтобы то, что имеется, улучшить. В первую очередь мы рассматриваем возможности, связанные с нашими институтами развития, научного и инновационного развития. А высшее учебное заведение города – это, я не побоюсь сказать, кладезь таких проектов и идей. Иваново, как отметил Александр Окунев, перспективный город в плане творческого потенциала молодых исследователей. Энергоуниверситет делегации также в четверг представил свои разработки. Московские гости некоторые из них отметили особым вниманием. Очень интересный проект по магнитным жидкостям, который наверняка имеет большой потенциал, я думаю, что не только в России, но даже и за рубежом. На заседании в мэрии были также озвучены примеры проектов, которые используют компании, участвующие в экспериментах фонда. В сфере медицины – новое оборудование, перфораторы для забора крови. В образовании внедрения технологий, которые способствуют повышению уровня сдачи ЕГЭ. Однако, по замечанию представителя инновационного центра, эффективность применения любых новшеств зависит в большей степени от властных структур областного центра. Фонду нужно оказывать поддержку на местном уровне, а именно предоставить партнеров или городские коллективы, которые помогли бы внедрять новые технологии. Юлия Михайлович, Вантон Осипов, программа «Губерния».